всем привет данный видео обзор подготовлен специально для интернет-магазина f магазин данном видео обзоре мы рассмотрим кранк от фирмы usp моделька называется базин кранк silent то есть принципе он у нас означает что он у нас тихий огрузочка у него в нем в корпусе тела конечно есть но она у нас не гремит не шумит то есть он у нас полностью тихий данный воблер классический кранк длина у нас тело 50 миллиметров вес 10 грамм заявлен тоже мелководная лопатка принципе заглубление у него примерно ну максимум так это до 0 3 метров принципе у него интересная система ограничения тройника стоит то есть принципе чтоб они принц ну воблер не очень длинный да за счет того что у него толстое тело тройники стоят такие как бы ну побольше номером пошире то есть чтобы при обхвате рыбы воблера у нас засекаемость была более результативная то есть чтобы у нас крючок не проскакивал за счет разной ширины до тела и тройника тройники у нас стоят побольше номер то есть если бы они у нас стояли оба на петлях и на заводных кольцах то они бы у нас сцеплялись при полете у этой данный данной модели воблера стоит на пузе металлическая пластина принципе с ограничителем так сказать подвижности тройника да и как мы видим тройнички у нас не зацепляются что в принципе это грамотно и плюсик данной модельки лопата уже у нас идет здесь летая цельная как бы отлита с корпусом тело воблера расцветка натуральная ну 10 грамм конечно здесь уже само по себе говорит что воблер при ну хоть он и такой толстенький но все равно в общем он компактный летит очень шикарно летая далеко он такой уже на лайтовой снасти где-то 10 там 15 грамм в идеале спиннинг применять в принципе летает он шикарно что примечательного у данного воблера принципе у него игра не классический да какие-то такие колебания крынка у него такая рыскающая вихляющая игра то есть он у нас играет типа роллинга и при этом плавно он у нас перекачивается сбоку на бок и играет хвостом то есть вот такая у него игра получается виляющая как бы очень классно отзывается на него главль причем довольно таки крупный именно вот на такую вихляющую игру ясь хорошо вылетает опять же для изя тоже ну он любит больше чтобы ему четко подобрали по тональности воблер то есть такие яркие какие-то очень громкие погремушки по моему опыту он не любит вот тихий воблер он любит эту модель куда же и ну плюс щука для него вот очень интересная игра и вот эти вот вихляние рысканье она тоже как бы хорошо выходит из травы на него так что можно соблазнять и не только белого хищника но и зубастую всем спасибо за внимание до свидания